Доброе утро, дорогие друзья! Центр народных художественных промыслов и ремесел принял участие в фестивале «Мангазейский ход», который накануне прошел в Сургуте. Об этом мы поговорим с директором Центра Ольгой Бубновини. Ольга Дмитриевна, доброе утро. Доброе утро, Ольга Дмитриевна. Получается, мы на прошлом эфире проанонсировали этот фестиваль, и теперь по итогам событий. Он ведь ежегодный, он уже традиционный, богатый традициями. Чем в этом году отличился, какой тематикой этот фестиваль? Ну, вообще он раз в два года. Он такой биеннале. Чем отличился? О, впервые мы провели все-таки научно-конференцию. Научно-практическую конференцию. Ну, она не практическая, она научная, потому что мы поднимали темы реконструкции. Вот Амичи, клуб исторической реконструкции, они, конечно, говорили о воинских доспехах, о солдате, который защищает вообще все чины. Ну, шикарно, конечно, они выглядели, они все-таки в обмундировании. Но эти они реконструкцию демонстрировали? Да, да. На конкурсе они как раз вот говорили. А на конференции мы разбирали, какой лук, откуда он пришел, и какие луки вообще были. Это 16-17 век, как бы, вот вокруг вот этого исторического культурного слоя мы были. Ну, а мы с Центром Ремесел и историко-культурного центра, мы уже говорили о художественной реконструкции. То есть здесь мы говорили одноигольное вязание, которое, ну, вообще, очень тяжело его вязать, и очень редко кто... Это специалисты, которые восстановили это. Да, Галина Михайловна Клитенко, она работает со всеми материалами и, в общем-то, восстановила все, что было найдено в Березово, в Мангазее. У нас очень большая коллекция, поэтому... А есть интересующиеся, кому это можно передать? Есть, есть. И прямо вот на площадке приходили люди, сидели эти два дня, и она привезла с собой иголочки, показывала. Но это не за один раз научиться, потому что это сложно. Сложно набирать, сложно вязать. Но она владеет вообще более 30 способов известно. Она говорит, я пока разобрала 4, но 4 те, которые, вот, их видно примерно, какие у нас были на нашей территории. Потому что тамичи тоже заинтересованы, потому что вся их одежда, она тоже состояла из вязаных чулков, носков. Что еще там представляется, Антон? И за что, в конце концов, дипломы у вас? Наши дипломы – это за представление коллекции. То есть, вот, ну, это, наверное, единственное мероприятие такого масштаба, где можно широко показать городскую русскую культуру. То есть, посадскую одежду, люди, которые жили в посадах. В посадах. В посадах. Это Мангазея, и Сургут, Березовград. То есть, это как раз та одежда, которая имеет отношение посредственно к горской земле. И перееда. Ну, Мангазея – это, можно говорить, собирательный образ березовой Сургута, потому что наши шли, люди строили, наши наполняли ярмарочные ряды, наши там жили, оснащали и продуктами, и прочее, и прочее. Вот, поэтому мы рассматриваем все в совокупе, как бы перенося еще на наши территории, ну, и основываясь на все-таки на археологические материалы. Мы показали коллекцию 17-го века, начало 18-го века. Одежда больше, наверное, жен князьков наших. То есть, такая... Княжеств. Да, очень богата, потому что она декорирована вся в металлах, и до 15-ти килограмм только металл, который женщина несла. На ком вы демонстрировали? Это были живые модели? Живые модели, студенты университета были. У нас занимались и наши специалисты в центре местной школы, в мастерской, которые живут в Урае, потому что одному не собрать такую работу. Там нужно правильный крой декорировать. Мы здесь уже отливали, делали отливки, нашивки по образцам. Мы собрали 4 кафтана пока. Вот нашли один пятый еще в Новосибирске. Их и нет много. Что вы говорите, нашли? Как это происходит? В музеях мы нашли. Разыскиваете? Мы в музеях приезжаем, делаем обмеры, фотографируем, полностью изучаем. Чтобы восстановить детально. И все один к одному мы делаем реконструкцию. То есть, один у нас из музея природы человека, два по материалам каниста, один у нас еще в Санкт-Петербургске есть. По крупицам. Конечно. А вы где-то в центре себя выставляете? Можно прийти и увидеть, посмотреть? Я уверен, что сейчас есть женщины, которые любят красиво одеваться, заинтересуются. А как же раньше? Что носили представительницы прекрасной половины человечества? Там два типа кафтанов. Один такой с пелерина, шикарный. Прямо сзади всю спину закрывает. Весь вот лифт, как весь в таких бусинах. Не бисер, а бусины такие. А вторые, вот как мы носим, вот сейчас это моно, только длинные кафтаны. Что сейчас в творческих планах у центра? Народных художественных промыслов и ремесел? Чем летом специалисты будут заниматься? Да вот буквально на медне называется. Мы должны собраться в Казахстан. Казахстану мы, ну будем так говорить, мы тоже будем 20-летний свой опыт представлять, потому что, как говорите, вы по крупицам собирается. Значит, это что-то международное будет? Это международный фестиваль исторической реконструкции имени Турахи Ирдала. Ух ты! В Казахстане. Схитительно. Да. И там эпоха металла. Это конец и начало еще. Для нашей территории. Конечно, мы берем проект наш, Марина Гора. Мы получили приз российский. Мы можем достойно показать фильм, мы можем показать, как это все мастера это будут делать, потому что там несколько дней идет демонстрация именно реконструкции. Ну что ж, мы желаем успешного, успешной поездки, успешного выступления и представления центра и Югры в целом, получается, на этом фестивале. А значит, у нас будет еще один повод увидеться. Мы надеемся, что Югра отправит нас все-таки. А вот мы надеемся, что вас сейчас услышали те, кто могут вам в этом помочь. Так что желаем, что эта поездка осуществилась. Большое спасибо, Ольга Дмитриевна, и хорошего дня. Спасибо.